Кто не работает, тот ест. На этой неделе стало известно, что Россия не только не собирается возвращаться в зерновую сделку, но и планирует наладить свою. В четверг президент неожиданно сообщил с экранов телевизора, что бесплатно, то есть даром, накормит всю Африку. И на этот раз не обещаниями. Что произошло, расскажу прямо сейчас. Это «Вести без Киселева», совместный проект канала «Фьермак Мидия» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Итак, форум «Россия-Африка», который открыл свои двери для обсуждения темы взаимовыгодного сотрудничества, начался крайне невыгодно для России. Президент, взявший слово в первый день работы форума, начал, как обычно, с подсвечивания проблем, которые якобы подкидывает Запад. Но выход, по мнению президента, есть. Если нам чинятся препятствия в поставках зерна, то мы раздадим его абсолютно бесплатно. Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие 3-4 месяца, безвозмездно предоставить Буркино-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканская республика, Эритреи. Вот 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям. Не, ну а че, почему бы и нет, когда на горизонте замаячил новый друг за чужой счет? За чужой, считай, наш. Ну, потому что бесплатная доставка, она бесплатна только для жителей Африки. А за чей тогда счет банкет? А правильно, за счет налогоплательщиков. Но администрацию страны это не пугает, ведь они всерьез считают, что партнерские отношения с Африкой возможны и даже как бы желательны. Ведь в одном только прошлом году товарооборот между нашими странами достиг 18 миллиардов долларов. И со слов президента это не предел, потому как большинство российских компаний уже сегодня готовы активно начать работать на континенте. А что же там интересного, спросите вы? А я вам отвечу. Африка ну просто изобилует природными ресурсами. Там сосредоточена треть мировых запасов полезных ископаемых, 40% золота мира и почти 90% хрома и платины. Но постоянные военные между собойчики не дают местному населению нормально развиваться, а соответственно и нормально жить. Поэтому Россия и решила, а почему бы не сделать Африку новой России? Тем более, что в полной мере это не получилось ни у Китая, ни у Америки. Хотя китайские фабрики в Африке реально растут и ширятся, а американские дипломаты зачастили туда с визитами. Но это только Википедия думает, что наперстки появились в Древней Греции. На самом деле с НСМ игры можно по праву считать Россию. Сегодня она бесплатно отправит в Африку зерно, завтра простит долги, а послезавтра повесит и свой флаг. Кстати, про долги я нисколько не преувеличила, потому как все в тот же четверг стало известно, что 690 миллионов долларов в рамках нового соглашения между Москвой и Сомали будут частично прощены. Остаток долга будет выплачиваться по вновь утвержденному графику. На что вице-премьер в Сомали отреагировал достаточно бурно. Внимание, цитаты. «Мы благодарим Россию и ее народ. Эта огромная сумма денег приближает нашу цель по выправлению нашей финансовой и монетарной политики». Я надеюсь, что каждый из вас успел словить свою благодарность и ощутить ее прибавление в кармане, потому как бесплатным зерном и списанием долгов многоходовочка не обошлась. В тот же день Песков заявил, что долги для Африки все равно были невозвратными. Но идти по толку требовать их с нищих в общем-то и не было. А так мы за несколько миллионов долларов купили себе возможность осваивать новый континент. Вот только кто его будет осваивать, остается загадкой. Ведь 1 августа в России начинает действовать новая форма повестки для мобилизации. Картополов активно продвигает в массу идею о военной службе после школы, а Госдума приняла нереально высокие штрафы за неявку в военкомат. То есть в моменте, когда Россия реально встает на военные рельсы, Песков искренне надеется на освоение африканских полезных ископаемых. Нет, есть, конечно, еще вариант, где засучив рукава, трудиться в Африку поедут девчонки. Но боюсь, что от прежней белой России тогда точно ничего не останется. Кстати, под вопросом с недавних пор может оказаться и сама страна. Минтруд на этой неделе сообщил, что к 2030 году количество трудовых мигрантов достигнет 3,5 миллионов человек. И это только легальных. Но я вам открою секрет, что нелегальных гораздо больше. Причем уже сейчас. Вы, наверное, тоже видели весь этот беспредел, который чаще всего творится на улицах столицы. Драки, хамство и банальное неуважение к россиянам. Чего только стоил прошлопятничный марш мигрантов в Москве, когда после своей мусульманской молитвы они не только решили отомстить силовикам за вход в обуви в мечеть в котельниках, но и показать местным жителям, кто здесь папа. Федеральные СМИ тут же окрестили акцию проплаченной Западом и по выданной методичке рассказали про расшатывание внутренней ситуации в России. Но! Погодите! Это разве Запад завез в нашу страну столько нелегальных мигрантов? Это Запад развязал им руки? Или, может быть, Запад заставил представителей нашей миграционной службы прикрывать 100 тысяч нелегалов за 420 миллионов рублей? Зачем нести эту чушь, когда очевидно, кто в этом виноват? И в том, что полиция боится сказать против слова? И в том, что заталкивать в автозак Росгвардия умеет только бабулек и несовершеннолетних? Да и кто именно превратил большинство россиян в блеющих овец, которых бесцеремонно теперь стригут серые волки, мы тоже догадываемся. Впрочем, в собственном бессилии полиция расписываться явно не собирается. И после обозначенных событий выкидывает в СМИ новость об обысках, прошедших по делу о 100 тысячах нелегалах. Ну, типа, смотрите, мы тоже работаем. Но если уж проблему мигрантов признал Бастрыкин, значит, не так уж хорошо и работают. Кстати, на этой неделе волнением Бастрыкина тоже не обошлось, потому как ситуации заинтересовались в Госдуме. Депутаты почему-то всерьез считали, что, открыв беспрепятственный въезд для выходцев из Средней Азии, в России окажутся дополнительные врачи, учителя и профи узких специальностей. А оказалось, что страна заполнилась людьми без образования, но с тремя и более детьми в семьях. А это, как-никак, колоссальная нагрузка на бюджет. А, вон оно что. То есть то, что иностранцы протесняют коренное население депутатов волновало мало, а то, что покушаются на бюджет, так это нехорошо и пора в вопросе разобраться. Потому что содержание мигрантов в последнее время обходится регионом в немалые суммы и достигает 2,5 миллионов рублей. Это пенсии, детские сады, школы, здравоохранение. А выхлоп где, задается вопросом Госдума. Выхлоп, естественно, налоговый. Потому как очень часто мигрантам либо занижают заработную плату, либо вовсе официально не трудоустраивают. Это, конечно, вопрос больше к нашим работодателям. Но речь не об этом, а о том, что по данной проблеме решила предложить депутат Оксана Дмитриева. Ну, во-первых, ограничить въезд в страну. Во-вторых, депортировать всех нелегалов и правонарушителей. В-третьих, осуществлять контроль мест работы и проживания мигрантов. В-четвертых, ввести экзамен на знание русского языка. И в-пятых, ввести квоты для иностранцев в каждый регион. Вроде бы все правильно и все достаточно понятно, но кто этим всем будет заниматься? Впрочем, считают в Госдуме, если лишить иностранцев пенсии, льгот и выплат, то надолго в России они не задержатся сами. Но тут, на мой взгляд, как бы два развития событий. Либо реально не задержатся, либо пойдут с вилами на Кремль. Кстати, а вы скажите-ка, пожалуйста, и вы поделитесь ситуацией в своем регионе. Напрягают ли вас трудовые мигранты, как себя ведут, как общаются с соседями. И вообще, считаете ли вы, что проблема реально стала проблемой? А может ее просто преувеличивают или сознательно замалчивают? Мне реально интересно мнение каждого. А между тем, на политическом Олимпе все тоже неспокойно. МВД России объявила в розыск судью Международного уголовного суда, которая выдала ордер на арест российского лидера. Тамака Акане оказалась одной из трех судей, которые были причастны к ордеру. И, кстати, последний, против кого Россия сначала решила не возбуждаться. Но на этой неделе что-то пошло не так, и судья разделила участь своих коллег. В Японии на случившиеся отреагировали моментально, посчитав решение России несправедливым. Об этом заявил генсекретарь правительства страны Хирокадзу Мацуну. Также он заметил, что после подобного поступка России теперь намерен поддерживать и МУС, и его решение. Хотя, если честно, подобное поведение наших следственных органов мне не совсем понятно. Если мы всерьез считаем, что Гаага нам не страшна, то зачем в этой песочнице отбираем у кого-то лопатку? Пусть каждый играет так, как умеет, а у нас и своих в очередь на розыск хватает. Ну, например, вот все забыли Чубайса. С глаз долой и сердце вон, в России, похоже, работает как никогда отлично. А ведь на этой неделе стало известно, что он настолько решил покончить с Россией, что вышел из руководств всех отечественных компаний. База данных Spark утверждает, что теперь Чубайс числится в совете директоров лишь одной компании – Holding Erso. Но на сайте организации эта информация занесена в разряд конфиденциальный. Также этот персонаж оставил позади все свои благотворительные и политические проекты. Где Чубайс осел в постоянном режиме, пока неизвестно. Но счастливые фото бывшего спецпредставителя президента в СМИ публикуются с завидной регулярностью. Он то в странах Евросоюза, то в Израиле. А в середине июля он отметился в журнале «Вопросы экономики» как независимый исследователь из Великобритании. Ну, как говорится, чтоб я так жил. И в историю вошел, и денег скопил, и проблем не нажил. Вот как-то так, друзья. Ну, а я напоминаю, что вы смотрели второй итоговый выпуск новостей. Первый мы уже загрузили на нашем канале Ermak Media. Если еще не посмотрели, обязательно исправьтесь. Ну, а мы увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.